Детское радио представляет Ушли шагами мелкими, не говоря пока Отмеренные стрелками и годы, и века Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть Туда часы карманные укажут верный путь Как Морковкин в историю влип Морковкин, где у тебя в тетради слова нашей песни? Ой, забыл Какой ты рассеянный, Морковкин Надо быть внимательнее Ты ведь умный мальчик и очень способный Ну что вы Ну, будем надеяться, что рассеянность Оборотная сторона твоей одаренности Как у Бетховена А он что, тоже все забывал? Не будем отвлекаться Дети, начинаем урок Ну, так всегда Ничего, я сам все узнаю Старинные часы, время назад Где это я? В парке какой-то А вон и Бетховен Людвиг Ван Бетховен, великий немецкий композитор Точно такой же, как у нас в классе на портрете Взгляд суровый, волосы растрепанные Идет, что-то себе под нос бормочет Или напевает Господин Бетховен, господин Бетховен Хм, не слышит Конечно, не слышит Такое несчастье Вы не знали? Это так печально Наш гений лишен возможности слышать Точно Я же где-то читал, что Бетховен в 30 с небольшим лет Уже почти полностью потерял слух Особенно трудно ему дирижировать Ведь он даже не видит, что делают музыканты Как? Ведь дирижер стоит лицом к оркестру Где вы это такое видели? Это же не уважение к высокой публике На дворе цивилизованный 19 век Если в зале знатные гости Дирижер должен стоять лицом к зрителям А слушать музыку Бетховена приходит даже королевская семья И с тех пор, как он потерял слух Бывает так, что оркестр убегает вперед Или отстает от него А он и не замечает, дирижирует себя Иногда даже кричит, напевает Сами представляете Музыканты играют пьяно, тихо-тихо А тут вдруг Бетховен начинает подпрыгивать Топать, размахивать руками, петь Притом совершенно другой фрагмент Это все ужасно, ужасно Над ним, наверное, смеются Так как вы могли такое подумать? Он же великий немецкий композитор Мы гордимся, что Бетховен наш соотечественник Его музыка будет жить в веках Вы слышали его героическую симфонию? Героическая Звучит здорово Он хотел посвятить ее Наполеону Бонапарту? Совершенно верно Бетховен был очень вдохновлен Идеалами французской революции Свобода, равенство, братство А что потом? Ну, а потом Бетховен узнал, что Бонапарт Объявил себя императором Он разорвал лист с посвящением И назвал свою симфонию героической Скажите, а правда, что Бетховен очень рассеянный? А вы сами посмотрите Все с ним раскланиваются А он почти никого не замечает Сюртук помятый, волосы спутаны Стоптанные башмаки Совершенно не следит за собой Иногда его друзья тайком Приносят ему новую одежду И выкидывают старую истрепанную А он даже не замечает Ведь главное для него Музыка Он однажды вот так задумался И королевская семья Вынуждена была уступить ему дорогу А он просто прикоснулся к шляпе В знак приветствия И король не обиделся? Ну что вы! Его величинство тоже в восторге От музыки Бетховена И прекрасно понимает, что это Великий человек Так что он простил ему невежливость Наверное, Бетховен Сочинял в этот момент что-то? Не сочинял, творил Он посвятил всю свою жизнь музыке Вот и сейчас Опять что-то напевает О, пойду за ним послушаю Может быть это новый шедевр? Старинные часы Время вперед! Вот что значит Человек всего себя своему делу посвятил Забывает одежду себе купить Что ты тут бормочешь, Морковкин? Да я... Я просто... А можно послушать Героическую симфонию Бетховена? Хотя бы маленький кусочек Пожалуйста, Морковкин Так и вижу, как он идет по мощеной мостовой И бурчит себе под носу, то мелодии Глухой, но музыка звучит у него в душе Морковкин Морковкин, ты хоть и хулиган, а понимаешь Чувствуешь прекрасное Я хочу поставить тебе свое любимое произведение Бетховена Это «Одак радости» Финал самой последней, девятой симфонии Бетховена Одно из величайших произведений, созданных человечеством Эта музыка так возвышена, так совершенна, что ее решили даже сделать гимном Гимном? А какой страны? Не страны, а целого континента, объединенной Европой Как Морковкин в Историю ВЛИП